Дип-система укрепления ногтей очень популярна в Америке. При этом в России про нее вообще мало кто что знает. И нет, это не укрепление обычной акриловой пудрой. В этом видео будем разбираться, почему я поделюсь своими соображениями и покажу, как сделать однотонное укрепление и градиент. Не переключайся! Привет, с вами Анастасия. Сегодня будем разбирать дип-укрепление, что это такое, почему оно так популярно в Америке и не очень в России. Я уже показывала эту технологию на моем канале, но технологии не стоят на месте и теперь все больше разных дип-фудр. Вот эти, например, с эффектом свечения. То есть в дневное время они имеют один оттенок, а как только выключаем свет, совершенно другой. Вот эти цвета, например, совершенно натуральные. Они выглядят как нежно-розовый и прозрачный, но при выключенном свете они будут светиться ярким светом. Итак, дип-система это не то же самое, что укрепление акриловой пудрой, потому что для нее нам потребуется специальная дип-пудра, которые иногда бывают два в одном. То есть могут быть акриловой и дип-пудрой, но не обязательно. Чаще всего они идут отдельной дип-пудрой. Также нам нужна специальная база, которая сохнет на воздухе и специальный топ, который тоже сохнет на воздухе. Основное преимущество этой системы в том, что вам не нужна лампа. То есть все можно выполнить без использования диодной или ультрафиолетовой лампы. В американских салонах эту услугу предлагают буквально на каждом шагу. При этом в России, когда у меня была задача купить базу для дип-системы, я просто обзвонила все магазины и, вы знаете, я с очень большим трудом ее нашла всего в одном месте. Вот так выглядят пудры при свете и как только мы их выключаем, получается вот такое эффектное свечение. Кстати, одна сиреневая почему-то не светится, мне кажется, по ошибке туда попала акриловая. Приступаем к мастер-классу. Сегодня у нас клиент с вполне стандартными ногтями. Здесь отросший гель-лак, которому три недели. Начинаем со снятия. Я буду использовать керамическую фрезу. Скорость 28 тысяч оборотов. Приступаем к подготовке. Она ничем не отличается от подготовки к покрытию ногтей гель-лаком. Сначала отодвинула кутикулу апельсиновой палочкой, затем придаем форму. Пожелание клиента было сделать ногти немного погороче, соответственно, оптимальная форма здесь будет мягкий квадрат. Не забывайте сравнивать ногти и сразу видеть их под покрытием, потому что ложа, его длина, может отличаться. Например, часто бывает, что на безымянном ногтевое ложе длиннее, чем на указательном, либо наоборот. Но как только вы покроете ногти цветом, об этом уже никто не узнает, и они должны совпадать по длине именно от кутикулы до свободного края. Когда мы делаем форму квадрат, не забывайте также скруглять уголки, потому что если их оставить очень острыми, это может привести к сколам. Переходим к комбинированному маникюру. Я работаю фрезой пламя с красным абразивом. Как вы видите, он у меня уже отвалился от стерилизации, хотя, по-моему, я и пользовалась всего два раза. Скорость 17 тысяч оборотов. Следующий этап. Срезаем кутикулу ножничками. Я использую ножницы от Silverstar. Также вы можете работать щипчиками, если вам так удобнее. Далее необходимо нанести дегидратор. Я, к сожалению, забыла записать этот этап, но он обязателен. Мы его наносим на всю поверхность ногтевой пластины и дожидаемся полного высыхания. Далее наносим бескислотный праймер только на свободный край. Я точно так же поступаю и при покрытии гель-лаком, потому что, как правило, сколы происходят именно на свободном крае. Теперь наносим базу, ту самую, которая сохнет на воздухе. И вот здесь надо работать в темпе. Сразу же сверху посыпаем пудрой. Здесь важно работать быстро, потому что она застывает буквально за несколько секунд на поверхности. Немного ждем и стряхиваем лишнее. После этого мы переходим к следующему ногтю. Можно отряхнуть излишки вот такой пушистой кисточкой. И после того, как прошло какое-то время, мы наносим второй слой базы. Стараемся делать это максимально тонко. И снова посыпаем пудрой. Есть еще техника, когда окунают палец в пудру. Скажу честно, ни такой вариант, ни этот не являются сильно гигиеничными, потому что, как вы видите, все равно пудра касается кожи клиента и обратно попадает в банку. И это, я думаю, одна из причин, почему эта технология не так популярна в России. Стряхнули лишнее. И теперь нам нужно нанести активатор. И это такая жидкая субстанция, похожая на дегидратор, наверное. Мы наносим его и далее ждем примерно 2-3 минуты. После этого можно будет сделать запил, если необходимо. Ну а на другой руке мы пробуем яркие цвета. И сейчас покажу вам, как можно сделать градиент. Снова наносим базу. Очень важно это сделать равномерно. И сначала я беру розовый неоновый оттенок. Наношу его только в зоне кутикулы. А ближе к центру я беру кисточку подальше, чтобы как бы рассеять цвет. И затем на свободный край наносим оранжевый. И также это делаем чуть-чуть рассеивая. Стряхиваем лишнее. Переход пока не супер плавный. Но у нас будет еще второй слой. Я сейчас окунула палец в пудру, потому что кончик не до конца пропитался. Дело в том, что я точно знаю, что я не буду использовать конкретно эту банку уже с другими клиентами. Поэтому я так делаю. Но в плане гигиены получается, что каждому клиенту нужна индивидуальная баночка. Повторяем процедуру. Снова наносим розовую пудру и оранжевую. Ну еще как вариант не подставлять баночку снизу, но тогда получится небольшой перерасход. Ну либо надо научиться ее так экономно сыпать, чтобы ничего лишнего не было. В два слоя переход уже получился намного плавнее. И затем мы переходим к следующим ногтям. Вот это лишнее, что у меня сыпалось, вы знаете, во мне сразу сыграла небольшая жадность или экономность. Мы подумали, ну как так? Вот эта пудра же не пропадет. И просто смешали два цвета. Получилось что-то среднее между неоновым розовым и оранжевым. В итоге мы использовали этот цвет для мизинца. Ну а на средний я наношу оранжевый в два слоя. Эта техника, я думаю, так популярна в США, потому что она действительно очень быстрая. Ну такая база просто заставляет вас работать быстро. По сути здесь ничего сложного нет. Просто нанес и посыпал. Никаких выравниваний, никаких заморочек. В общем-то все просто. Но есть также масса недостатков. Например, то, что покрытие получается достаточно жесткое и, по моему мнению, совершенно не подходит, например, тонким или поврежденным ногтям. Сейчас мы наносим активатор, после чего ногти станут полностью твердые и можно сделать запил, если требуется. По-хорошему укрепление, тем более экспресс, не должно требовать запила. Верно, ведь после выкладки гель-лака мы его не пилим. Но я специально посмотрела, как работают американские мастера, которые делают дип-укрепление именно так, как мне нравится. И вы знаете, они все пилят, причем машинкой. Правда, делают это, конечно, очень быстро. Проходятся в зоне кутикулы и проходят далее уже периметр пилкой, что, собственно, сейчас я и делаю. Еще один минус заключается в том, что достаточно сложно контролировать архитектуру. То есть, да, мы, конечно, можем постараться сделать апекс, например, добавить чуть больше базы на центр. Но ввиду того, что она очень быстро застывает на воздухе, это все нужно делать прямо молниеносно, чтобы потом не пришлось много пилить. В итоге я запилила и отшлифовала ногти, чтобы они получились изящные. И вы, наверное, заметили, что они также по-прежнему смотрятся широковато. А все потому, что очень сложно контролировать толщину нанесения. И даже если я могу нанести базу тоньше по бокам, в этом случае цвет, то есть пудра, уже не ложится туда. И, соответственно, мы не получаем плотного оттенка. Мне очень интересно послушать ваши соображения по поводу этой системы. Пользовались ли вы когда-нибудь дип-укреплением? И почему, по вашему мнению, она популярна в США, а в России нет. В конце я нанесла топ, который также сохнет на воздухе. Он очень похож на лаковый топ. И, кстати, все эти пудры светятся в темноте, поэтому неоны получаются вот такие яркие светящиеся, а наша натуральная рука тоже светится ярко-зеленым. Но, кстати, в свечении сразу заметны, если где-то есть какие-то проплешины. Хотя при свете в обычной жизни их вообще не видно. Спасибо, что смотрели мое видео. Если вы впервые на моем канале, советую подписаться, потому что новые полезные видео, такие как это, выходят каждую неделю. До новых встреч! Пока-пока!